Привет, мои дорогие подписчики и те, кто ко мне в первый раз заглянул. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена. И добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хендмейт. И сегодня у меня на канале будет видео. Это будет моя вышивальная неделя. Вообще, конечно, не совсем неделя вышивальная восьмидневка, но можно искать неделя. С 1 по 8 июня 2020 года. Я вам хотела бы показать и рассказать, чем я занималась на этой неделе. Что я делала, чего я достигла. У меня, кстати, целых два финиша на этой неделе и много всего интересненького. Я сейчас вам все покажу, обязательно, и все расскажу. С чего бы я хотела начать? Наверное, я начну с того, что покажу вам мои финиши. Они на самом деле очень малюсенькие, очень-очень малюсенькие. Это замечательный сыч. Я сначала думала, не думала, вернее, называла сова, не сова. Это сыч от фирмы Мосфа. Тоже алмазная живопись, алмазная техника. Мне очень сильно знакомая. Вот это, кстати, грань, которую я тоже завершила. А это Мосфа. Две фирмы совершенно как бы одинаковые. Ну, одинаковые, как сказать, одинаковые, потому что это алмазная живопись. Одинаковые в том плане, что они наклеиваются, алмазики наклеиваются на деревянную основу. Хотя качество, конечно, этой деревянной основы, естественно, отличается. Но я могла бы сказать, что фирма Мосфа немножечко дороже некоторых магнитов от грани. Но тоже очень-очень классная. Так что я завершила эту работу. Опять-таки самое главное, что хочу сказать. Я не тороплюсь. Да, в процессе выкладывания я немножечко растягиваю. Потому что, если честно, мне просто жалко. Ну, возьмешь все, наклеишь и хоп-хоп-хоп, и ничего не осталось. И вроде как бы и запасов-то не очень, естественно, много. Про мои запасы это будет попозже. И о моих новиночках, еще одних покупочках тоже будет попозже. Сниму отдельное видео. Значит, покажу грани запаса моих. И скажу, что вообще было. И что новенького я прикупила. Блин, я сейчас, знаете, в голове прикидываю, много или нет. В общем, все покажу. Ну, так вот. Мое мнение. Девочки меня спрашивали. У меня, кстати, в инстаграме на главной странице, по-моему, написано. Мое впечатление от этой работы. Есть, конечно, какие-то отличия от наборов, от фирмы грани. Но они настолько, знаете, непринципиальные, настолько невесомые. Что можно сказать, что хочешь это выкладывай фирму. То есть грани, хочешь вот это. Ничего по большому счету не отличается. Вот единственное, что, например, на грани, значит, там схемка на деревянной основе, которую мы приклеиваем, да. Она, ну, как бы черно-белая, да. А на мосфе она уже не черно-белая. Она цветная. Цветы символные. Ну, как бы сказать, я люблю черно-белая. Для меня как будто не принципиально черно-белая или там цветная. Я больше люблю, конечно, черно-белую. Но когда выкладывала вот этого сыча или сычиху, мне нравилось то, что я выкладываю на цвето-символьной основе. Цвето-символьная схема. Приятно, приятно прошел процесс. Мне очень понравилось. Много можно сказать, но я сейчас, если честно, не очень хочу много-много всего говорить. Я в восторге, мне понравилось. И я заказала еще один вот этот магнитик. Кстати, можно сделать только магнитик, не подвеску, вообще ничего. То есть здесь это можно сделать, в грани можно сделать и подвеску, и магнитик. А здесь только магнитик. Достаточно легкий, потому что это, я не знаю, что это за качество, МДФ, что ли это называется. Или, нет, ну не ДСП, МДФ. Я не очень, если честно, вот в этих качествах, чем отличается деревянная основа. Но это немножко полегче. То есть оно у меня висит. Остальные все магниты, которые висели у меня на холодильнике, от грани я сняла. И все у меня лежит в коробочке. И вот на холодильнике только сыч. Первый. Ну вот эту вот совушку от грани я сделала первую. Вот это был уже второй мой финиш. Совушка моя красавица. Слышите, она настолько классная, вообще просто великолепная. Вы знаете, как тут этот процесс, когда я выкладывала, он мне как-то шел более ровно, более как-то вот приятно. Я не знаю, может быть какая-то цветовая гамма здесь такая расслабляющая. Хотя здесь очень много белого. Я как бы белый цвет, ну, не очень так люблю. Но вот это вот мне понравилось. Примерно до середины я прям вообще балдела выкладывать. И на этом я хотела бы еще кое-что сказать. Когда у меня супруг увидела вот эту вот совушку, которую я выложила, он говорит, Лен, это очень похоже на твою маму. Я говорю, почему на маму? Он говорит, ну, я не знаю, на маму. И на этом я решила, раскрывая вам секрет, приобрести еще одну тропическую совушку, которую я планирую выложить и подарить своей маме. Когда буду выкладывать, пока не знаю, но планирую. Но остальное я пока вам не покажу. Очень интересно. Чуть-чуть попозже. Все мои запасы покупочки Грани будет у меня на канале. Попозже. Ну, так вот. Фирма Грани, это, конечно, та фирма, которая мне очень сильно нравится. Но у меня еще одна фирма появилась, которая мне тоже понравилась. Это фирма Мосфа. Алмазная живопись, которая наклеивается на фигурочке, на деревянную основу. Все одинаково. Так. Ну, в общем, это маленькие такие, маленькие, маленькие, маленькие такие финиши. И стартики, и финиши. В общем, приятные. Приятные процессы, которые, ну, доставляли мне действительно, действительно большое удовольствие. Я говорила, что такие малюсики я выкладываю, как правило, в утреннее время. Когда только просыпаюсь, когда прихожу на кухню, там, пить кофею, ну, то есть у 5-10, когда Тимок встает. Вот. А Тимош, кстати, уезжает на дачу, так что мое утро будет совершенно другим. Могу рано вставать, но буду уже одна это делать. Потому что супруг, тыр-тыр, убежит на работу. Вот. Следующее, что я хотела бы вам показать, это еще одна красота, по которой, конечно, желательно тоже снять отдельное видео. Но когда сниму, я не знаю. Надеюсь, я не успею закончить эту работу до съемки видео конкретно по ней. Конечно, когда я закончу, я, если честно, не знаю. Вот. Она, на самом деле, такая большая, как-то я ее побыстренько вам покажу. Алмазная живопись. Вот. И фирма называется Алмазная. Слушайте, Алмазная живопись или Алмазная вышивка. Ну, короче, фирма такая же, как у моего супруга. Значит, официально могу сказать, что ровно половина этой работы точно готова. А вот когда у меня супруг на нее смотрит, у него же тоже работа от этой фирмы, он закончил. Но у него более такая, знаете, яркая там. Вот я сейчас посмотрю. Ну, да, ну, красивые, короче, у него цвета, немножечко не такие. Здесь у меня чуть-чуть они такие более мрачноватые. Здесь много какого-то, знаете, коричневого, чуть-чуть бежевого. Вот эти цвета, конечно, очень красивые, но их не так много. У него в его работе вообще просто шик и блеск. Вот. Он говорит то, что у тебя работа немножечко не такая, как у меня. То есть потемнее, что ли. То есть как это более, может быть, блекло. Я не знаю, как правильно даже это сказать. Но в любом случае я решила ее выложить. Я в Инстаграме писала. Еще раз хочу сказать, что это та работа, которую я, конечно, хочу закончить. Несмотря на то, что она мне так сильно нравится. Она очень-очень красивая. Посмотрите. Это, значит, как они называются? Блестящие стразы. Ну, по-моему, так это называется. То есть они будут очень красиво переливаться. Они не... Есть как бы стразы, которые вообще абсолютно не блестят. То есть они, я не знаю, может быть, они, допустим, как здесь, да? А, вот смотрите, можно посмотреть. Кстати, вот она, совушка, да? У нее часть выложена обычными стразами, а часть такими вот блестящими. И вот она разница. Смотрите, как они блестят. Давайте поближе вам покажу. Они переливаются. Ну, конечно, стразы все, в принципе, от искусственного, мне кажется, так сказать, освещения переливаются. Но вот эти будут переливаться и при обычном дневном, при естественном и при искусственном освещении. Ну, так вот, я хотела бы эту работу, конечно, в ближайшее время закончить. Потому что эта работа, как лишняя сумка на моем плече, в моих руках. Потому что я приобрела ее, ну, как бы сказать, вот правильно рассказать, в попыхах. Мне вот просто захотелось взять, купить работу, взять ее, выложить, чтобы она была парой к работе моего супруга. То есть это вообще, знаете, так вот все надуманно, вот, ну, я не знаю, на одну минуту буквально. Вот за одну минуту я надумала и решила ее приобрести. Но в первый раз не получилось мне купить. Вот во второй раз я все-таки купила. То есть дала, это привезли. Вайлперисы заказывала. Вот. Значит, ровно половина готова. Я не знаю, когда закончу. Я пока вот, видите, классно, да? Вот эти цвета очень красивы. Вот этот красивый, вот этот, ну, и вот этот тоже. Я вот сегодня утром выкладывала в правом углу. Да, смотрите, фиолетовые какие красивые. В правом углу нижнем стала выкладывать. Вот тут подклею, чтобы она, то немножечко, знаете, крепится плохо. Вот. И официально можно сказать то, что готова ровно половина этой работы. Вот это радостно, потому что, может быть, она, конечно, не близится к своему завершению, но все равно она находится на каком-то предфинишном этапе. Самое главное, вот выложите вот это, вот уже первая, вторая, ну, половина готова. Вот это будет третья, четвертая часть, тогда останется чуть-чуть, и все будет готово. Выложу и надеюсь, что больше не буду покупать алмазных живописей, потому что нафиг мне пока это не надо. У меня и так целая куча всего. Так что это еще один процесс, которым я потихонечку занимаюсь. Это Венеция. Вот. И выкладывается блестящими стразиками, алмазиками. Действительно прям полноценные алмазики. Не упало бы. Так. К чему мне надо перейти дальше? Вот. Перейдем-ка мы, знаете, к чему? Вот к этому маячку. К чему замечательному маячку от фирмы Овин. Радостная новость для меня и, ну, пусть она будет для вас, потому что я довольно ровно половина работы я выполнила, половина отшита. Ранее я уже говорила о том, что мне хотелось бы отшивать вот по таким вот кусочкам, чтобы можно было сказать, готова одна вторая, четко одна вторая, три четвертых или ровно половина, то есть как-то вот чтобы у меня было, чтобы мне не надо было говорить, у меня готова там одна семьдесят пятая и одна семиспятая и семисшестая. Вот хотелось бы, чтобы как-то четко. То есть я разделяла работу на четыре части, и мне хотелось бы говорить одна вторая, половина, три четвертых, или ровно там, я не знаю, четыре четвертых, то есть полностью работа готова. Вот. И в данный момент я могу сказать, да, я этого добилась, и это очень-очень здорово. Плюс это значит то, что мне пока можно чуть-чуть отвалить, так сказать, отойти от этого процесса. Прекрасно вышивается, вы знаете, очень интересная работа, очень красиво. У меня же есть еще один маячок от Овна. Единственное, что я немножечко не припомню, три там в серии маяка или только два, вот это я не помню и никак не посмотрю. Знаю то, что у меня два. Но я почему-то все-таки не жалею то, что я выбрала этот маяк. По поводу бэкстич я пока не делаю. Наверное, я когда дошью, постираю и сделаю бэкстич. Но самое, конечно, интересненькое будет уже ждать меня где-то примерно вот здесь, потому что здесь будет маяк завершаться, то есть заканчиваться. И вот где-то вот здесь, наверное, будет маленький-маленький домик. Эта работа участвует в моем же Испе, который я веду. Ну, Дименшинс я уже вышиваю, маяк я вышиваю. Мне надо приступить к панне, к домику на дереве. Этот процесс как раз-таки идет в приоритетах для меня, потому что там не отшита даже вот одна четвертая. Надо добиться отшива, чтобы вот можно было искать одна четвертая, готовая эта работа. Значит, здесь очень много, вот здесь особенно, много полукреста, здесь полукрест, здесь полукрест, где-то крестики. Ну, я говорю, вышивается вообще, вышивается на раз. Не очень сложно, не очень как-то проблемно, что ли это. То есть хорошая работа. Вот действительно доставляет большое удовольствие. Неоднократно я уже говорила, кстати, о том, что нельзя в своих процессах, даже если у тебя, например, их два, да, лучше все-таки выбрать процессы разных производителей. Допустим, Дименшинс и Овен, там, я не знаю, Дименшинс и Панна, или Панна и Овен. Для того, чтобы нельзя было вот фокусироваться, только или два Дименшинса взять, например, да, мне кажется, это лучше не делать. Надо отвлекаться. И, собственно говоря, у меня полно процессов. У меня их действительно очень много, около 10 штук, если даже не больше, возможно, я что-то не посчитала. И все они разных производителей. То есть вот ни к чему не приешься. Это здорово. Это очень-очень-очень здорово. Вот он, маяк от фирмы Овен. Конечно, еще половина отшить осталось. Там внизу будет, ну, нельзя сказать, что что-то сложное, но я думаю, вот так вот по воспоминаниям, по памяти, мне кажется, там будет очень много крестиков. Это точно. На этом я заканчиваю и показываю вам еще кое-что. Как вы помните, я отшила уже два магнита. Это магнит номер один, который я вышила. Я их постирала. Они вышиты на пластиковой конве. Все у меня в Инстаграме, вы можете увидеть. Вот. Значит, я постирала. Посушила их. И вчера мне супруг их приклеил, ну, к ним приклеил фетровую основу. То есть мне вот теперь надо единственное, что вырезать и приклеить магнитики. Значит, первый и второй. Вот это я совсем недавно закончила. И теперь я начала третий магнит. И сегодня я вам расскажу, какой я начала. Девочки мне в лечке писали. Но кто-то угадал, кто-то нет. Я начала вот этот магнит. Для меня это девчонка. Почему-то я думаю, что это магнитик женского рода. Потому что здесь есть цветочек. Хотя, это, конечно, все шутка. Но вот такой вот магнитик я начала. И останется у меня вышить вот этот. Но мне почему-то вот этот понравился. Недавно я с ним стартовала. Вчера я его не вышивала. И сейчас я немножечко покажу, что у меня есть мало. Очень-очень-очень-очень-очень мало. Я еще отшила. Потому что то время есть, да, в течение дня чуть-чуть поковырять. То время нет. Еще тем более я настолько лентяйна иногда бываю. Вот у меня выдается какое-то время, да. Казалось бы, надо взять, там, я не знаю, сесть повышивать. Но приготовила я есть. Или готовиться есть. Можно взять повышивать. Не, я возьму что-нибудь попроще. Или алмазку поклею. Ну, для того, чтобы повышивать, надо тащиться в комнату, доставать кактусы, доставать вот эту основу и вышивать ее. Мне лень. Или я приготовила есть. Кажется, можно сесть за стол и повышивать кактусы. А нифига подобного. Лена пойдет, положит свою задницу на кровать и будет играть в PlayStation. Да. Но я считаю, что после того, как я целый день скачу с 7 утра до 3 дня, как правило, у меня есть там где-то часа 2 для того, чтобы отдохнуть, я, наверное, все-таки лучше полежу и поиграю в PlayStation. Чем пойду делать все, как обычно. Какие-то дела. Потому что пока приготовишь, пока уберешь, пока с тем ошей позанимаешься и бла-бла-бла-бла-бла, лучше посидеть, поиграть, полежать, поиграть в PlayStation, что я и делаю. Но тем не менее, все-таки я считаю то, что лучше хоть по чуть-чуть, но вышивать. Вышивать я придерживаюсь такого правила. Я так делаю. Так что пусть хоть чуть-чуть у меня вышито, но вышито. Будем продолжать, как говорится. И следующее, следующее не менее важное событие, наверное, для меня, потому что я только вот буквально сейчас перед съемкой этого видео вытащила из пялец замечательный свой коттедж от фирмы Dimensions. Это мой главный процесс, который я втыркнула в свой же СП, домик моей мечты. Если вас еще нет, заходите на мою страничку в Инстаграме, присоединяйтесь, ой, в Инстаграме, в ВКонтакте присоединяйтесь. Если нет странички ВКонтакте, заходите в Инстаграм, там тоже все правила. Можете вышивать со мной, быть со мной в Инстаграме. Ну так вот, одна четвертая готова. И почти-почти можно будет сказать, что готова вторая, четвертая, вторая, одна вторая, одна четвертая, две четвертых. Да, две четвертых этой работы. Соответственно, можно будет сказать, что это половина. Я еще, по-моему, до Нового года вещала вам о том, что, ах, я хочу закончить половину. Ну, сами понимаете, что не всегда бывает так, как мы хотим, так что я не закончила. И планирую я все-таки завершить эту работу в ближайшее время. Сейчас мы с вами посмотрим, что у меня осталось. Я два дня подряд вышивала этот процесс. Отчеркиваю я ручкой. Смотрите, мне вот осталось чуть-чуть здесь и вот здесь вот немножко. Но, в принципе, это где-то вот, ну, как сказать, дело, я не знаю, наверное, двух дней, может быть, примерно. Ну, смотри, как со временем будет. Вот здесь, 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 здесь. Смотрите, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, пусть будет 80 крестиков или там 40 крестиков, там, я не знаю, 40 полукрестиков. Но не очень много осталось. И можно будет сказать, что готова ровно половина этой работы. Вот, и вот я немножечко здесь потыкала. Значит, это вот здесь, 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 здесь. Где-то кресты, где-то полукресты. Вот здесь, кстати, тоже надо забить. А вот здесь вот нету. А вот здесь я не помню все. Нет, здесь я все сделала. Вот, так что что могу сказать. Осталось не так-то и много для того, чтобы довышивать. До того, как я буду, до того, как я очень обрадуюсь и смогу вам сказать, готова ровно половина. Родненькая моя половиночка, ты готова. Посмотрите, какой красивый этот процесс. Вышиваю я несколькими нитками, ой, несколькими иглами. Вот. Иногда я вышиваю одной иглой какие-то процессы. К примеру, маяк я вышиваю одной иглой. Кактус тоже одной иглой. Вот. Ну, вот это я вышиваю несколькими. У меня низанка, низанка, органайзеры. И вот все мои иголочки в нем закреплены с ниточками. Потихонечку вышиваю. Я пока не знаю, какой процесс я сегодня буду вышивать. У меня же второй день, получается, в воскресенье, понедельник я вышивала его вечером. Вот. По-хорошему, я уже говорила, еще раз хочу сказать, по-хорошему надо перейти к домику Надею. Потому что процесс, ну, процесс важный. Важный, надо добить хотя бы до того, чтобы можно было искать 1,4 готова. Мне как-то это радует. Вот, честное слово, мне это очень радует. То, что, вот, к примеру, я говорю, вот у меня половина дименшинса, вот в моем коттедже будет готова. Или вот у меня уже готова половина маяка. Как-то радостно. Ну, как ты чувствуешь, я не знаю, размеры, что ли, уже того, что ты отшила, как-то вот. Ну, короче, лучше. По-другому сказать не могу, лучше и приятнее. Так что я буду стремиться. Вот они все мои процессы, моя вышивальная восьмидневка, моя вышивальная, ладно скажу, вышивальная неделя. Как я вышивала, как я творила, с чем я стартовала, с чем я финишировала. Хорошая неделя, приятная неделя. Не очень такая прям, она прям очень-очень такая глобальная, как бывает иногда. Но, тем не менее, я довольна, я очень рада, потому что мне все нравится. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы время было побольше, желание было побольше, да и всего было побольше для того, чтобы вышивать или клеить. Хотя, в принципе, у меня все так и есть. Жаловаться я не могу. И на этом, мои хорошие, я завершаю съемочку своего видео. Всех была очень рада видеть у себя в гостях на моем канале. Так, не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в Инстаграм, подписывайтесь на мою страничку, смотрите мои сторис, там много всего интересного. Добавляйтесь в друзья в ВКонтакте, в Одноклассниках, участвуйте в моем СПДомик моей мечты и ВКонтакте, или же, к примеру, в Инстаграме. Всем, конечно, самое главное, здоровья, не болеть, счастья, всего-всего хорошего. И мы с вами увидимся уже в других моих видео на моем канале чуть-чуть попозже. Всех целую, всех люблю. Ваша Зеленская Хантамайт.